Это программа «Культурный обмен». С вами Анастасия Логвинова. Здравствуйте. Выставка, о которой пойдет речь, побывала в Лондоне, Мадриде, Риме и Гонконге, а теперь открылась в российской столице. Карандаш против камеры. Так назвал ее автор бельгийский художник Бен Хайне. Он мастерски совмещает фотографию и рисунок. Десятки 3D-иллюзий современного мастера разместились в московском планетарии. Забавные детали, неожиданные повороты сюжета и, конечно, масштаб. А еще обязательное присутствие руки художника на всех снимках. Все это безошибочно укажет на Бена Хайне, поклонника особой техники, которую искусствоведы называют аноморфоз. Замысел художника раскрывается только если смотреть на изображение под определенным углом. Рисунок оживляет фотографию, которая по природе своей статична. Моя идея в том, чтобы вдохнуть в нее жизнь. Сначала думал, что это будет противостояние между двумя дисциплинами в искусстве, но со временем все больше понимал, что именно гармония между ними делает работы такими интересными. Иллюзионист Хайне каждую минуту будет воображение. Он не только создает параллельные реальности, но и помогает людям исчезать в них. В доказательство перформанс модель сливается с фоном и становится частью художественного произведения. Карандаш против камеры выставка интерактивная. В течение трех месяцев посетители и сами смогут попробовать себя в роли художников на занятиях по спонтанной живописи. Для детей придумали десятки мастер-классов от оригами и мультипликации до создания картин в стиле художника-карикатуриста. Увидеть воображаемый мир Бена Хайне в московском планетарии можно до 20 сентября. С вами была Анастасия Логвинова и программа «Культурный обмен». Путешествовать по творческим пространствам вместе с нами интереснее. Увидимся!